Вековой юбилей Национального музея отметили сегодня торжественным собранием. Мероприятие, приуроченное к значимому культурному событию, прошло в Государственном театре. Вначале был показан документальный фильм, снятый государственным телеканалом ИР. Картина, где подробно описаны этапы становления и развития музея. И хотя эти сто лет включили военные сороковые, суровые девяностые годы, всё же музей выстоял, сохранив основу музейных фондов. Национальный музей – это средоточие богатейшего культурного наследия нашего народа. Благодаря хранимому в нашем музее уникальному материалу мы можем чётко проследить и очертить нашу роль и место в истории. Надо ли говорить о том, через какие сложности пришлось пройти нашему музею? Однако он сегодня состоялся. Он есть. На нас лежит огромная ответственность перед теми, кто благодаря своему беспримерному патриотизму, высокой гражданственности, в тяжелейшее время, в очень непростых условиях заложили основу и создали краеведческий музей, обретший в наши дни статус национального. Национальный музей вносит огромный вклад в сохранение богатого наследия осетин. Его по праву можно назвать одним из наиболее значимых культурно-образовательных и научных центров республики, отметил в своей речи президент Алан Гоглоев. Музей служит важному и благородному делу патриотического, духовного и культурного просвещения. Он укрепляет национальное самосознание, бережно хранит память поколений. Важно то, что вы ведете просветительскую работу, проводите содержательные экскурсии, продолжаете пополнять коллекции музея редкими экспонатами, вносите огромный вклад в сохранение уникального, богатого историко-культурного и духовного наследия осетин, самобытных традиций и обычаев нашего народа, собираете воедино заветные святыни и важнейшие артефакты со времён наших великих предков – скифов, сарматов, алам». Глава государства адресовал слова благодарности всем, кто стоял у истоков создания музея и сотрудникам, которым удалось приобщить к культурным ценностям ни одно поколение граждан нашей республики. «Музей пережил немало трудностей, но несмотря на тяжёлые испытания, благодаря профессионализму работников музея обеспечивалась сохранность бесценных свидетельств древнейшей истории осетинского народа. Преемственность поколений и верность традициям лежат в основе вашей деятельности. Важно то, что вы ведете просветительскую работу». За плодотворную деятельность по сохранению национального историко-культурного наследия, а также в связи со столетним юбилеем, указом президента Национальный музей Южной Осетии награждён орденом почёта. Ряду сотрудников были присвоены звания заслуженных работников культуры и вручены почётные грамоты. Коллектив национального музея с праздником поздравила министр культуры Рада Дзагоева. Она отметила, что у истоков создания музея стояли талантливые творческие люди, которые стремились сберечь для потомков духовно-историческое наследие. «История, коронтам, гаскасада, озатым бирана, фала, ушы, иннуз на музеян и историян емежогу диз олог зонцалтай. Культ, казны культ дуи, овноланка дар, овтавзин растачит дар, роши диз, ва зоу жинатда сарта дар. Фала, обу-нувшчинай, я коллектив, фидем макаси, архае, шамай, казны к дар кеной на культура и мадиралом бентам». Торжественное собрание в честь столетнего юбилея Национального музея продолжилось праздничным концертом. Своими выступлениями гостей порадовали государственный ансамбль песни и танцы «Симт», эстрадные исполнители и творческие коллективы. Стелла Бязарова, Азамат Кудзеев, Заурустаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok